вот так вот начинается мое утро доброе утро мы с твиксом уже встали сегодня очень хочу переделать свои ноготочки несмотря на то что они сильно не отросли этот цвет изрядно мне надоел и сегодня вечером буду делать коррекцию поэтому смотрите видео до конца и спала я кстати в этом украшении который мне подарил парень очень удобно ни за что не цепляется каждый день у меня все повторяется сейчас я начинаю краситься к мукбанку и заодно смотрю здесь параллельно передачу днк мне она очень нравится интересные такие истории прям жизненные и приступаем к макияжу 4 килограмма живого веса на моем новом ноутбуке который стоит дофига макияж мой уже готов сейчас буду снимать для вас мукбанк но перед этим хотелось бы пару слов вам сказать знаете о чем а любви к себе вот когда у меня были проблемы с кожей меня это жутко раздражало и мне не нравилось вообще я пыталась сделать губы больше все добавляла геля добавляла хотела сделать скулы подбородок делала ботекс поднимала немножко брови и так далее и все равно я смотрела на себя в зеркале и я не любила себя я не любила это отражение абсолютно но после того как я вылечила кожу я смотрю на себя вы даже сейчас вот смотрю на себя я понимаю да не идеально но в этом своя изюминка я нравлюсь себе я понимаю что корень зла корень проблем как раз таки была кожа после того как я вылечила кожу я начала как-то по-другому воспринимать себя и что я хочу сказать вам если у вас есть подобные проблемы которые были у меня поверьте мне лучше это решить некоторые мне в комментариях там под видео где я рассказывал про ракутан писали о том что ой да зачем тебе это все надо у тебя вообще там никаких проблем не было зря ты пила этот препарат ребят посмотрите у меня здесь несколько вмятин а вы знаете из-за чего они появились они появились из-за прыщей то есть вроде бы прыщи проходят это не такая уж глобальная проблема но проблемы которые остаются после пост акне вот это реальная проблема и хорошо что таких вмятин у меня вот буквально вот пару штук вот здесь вот и все а вы представьте если все лицо было бы вмятинах а это уже решить очень сложно я знаю девчонок которые всю жизнь борются с пост акне с этими вмятинами с которыми ничего невозможно сделать и мой вам совет решайте проблемы во время я уже в курточке надела свои любимые шортики вот эти вот теплые на улице очень хорошая погода заодно погуляю и пойду за тем самым колечком который вам показывал в прошлом влоге я думаю вообще походить может быть даже что-то другое мне понравится но это кольцо хотя бы моего размера в общем возьму вас с собой постараюсь побольше всего поснимать а ты твик за старшего дома теперь я направляюсь на свое любимое дело выбор ювелирных изделий и первое украшение которое привлекло мое внимание это вот это вот кольцо неплохо села на ручку хотя немножечко большевато но проблема этого кольца заключалась в том что здесь даже нету грамма то есть очень хлипкая что не могу сказать про вот это изделие здесь она не хлипкая 3 грамма очень красиво смотрится на ручке но единственный и самый главный минус кольцо мне достаточно велико вообще первое на что я обращаю внимание при выборе ювелирных изделий это практичность кольцо должно хорошо сидеть на пальчики не болтаться и по всем моим критериям подходила мне вот это кольцо мне она безумно понравилась сидит просто идеально ни за что цепляться не будет и тут я вспоминаю что я вообще пришла сюда совершенно за другим кольцом который вам показывала в прошлом влоге вот это вот красота и тут я была просто в замешательстве я целый час топталась думала брать это или предыдущее кольцо потом еще начала ходить смотреть другие варианты например вот это кольцо тоже в прошлом влоге вам показывала к сожалению выбор невелик так как размер пальчика у меня очень маленький поэтому я выбирала из того что мне действительно лезет а так мне очень понравилось вот это вот кольцо здесь 5 чем-то грамм смотрите какая красота просто очень богато и дорого выглядит еще мне подошло вот это кольцо но она больше знаете напоминает а-ля sunlight очень похоже на изделие из sunlight а это красное золото или как правильно называют розовое золото но стоит кстати дешевле намного чем лимонное золото дальше начала смотреть сережки так как мои серьги я подарила мамочки хочу себе какие-то серьги прикупить но я хочу чтобы было много грамм они были не хлипкие с хорошей застежкой у этих например сережек очень хорошая застежка на фасончик например мне не нравится а так чтобы со всех сторон меня устраивали сережки к сожалению такого варианта я не нашла здесь застежка хорошая но какие-то они грубые больно я просто хочу именно увесистые сережки не не дутое золото как везде сейчас продают и многие модели как раз таки около плюс-минус 2 грамм я хочу чтобы серьги были где-то плюс-минус 5 грамм такие серьги есть но это какие-то бабушкина варианты сразу видно что золото ссср вот поэтому брать не стала я уже дома мои хорошие и я купила колечко причем не то за которым я шла помните в прошлом блоге вчера я вам показывал какое кольцо я хочу за каким кольцом я иду действительно его предлагали по очень очень вкусной цене но мне не понравилось что это кольцо розового золота а я хотела именно лимонное золото так как у меня и цепочка и браслетик розового золота вот и все цепочки да и вообще мне кажется сейчас потихоньку становится как бы актуальнее желтое золото и поэтому я купил вот такое вот кольцо вы знаете наверное это кольцо не супер такое крутое давно она очень удобно и для меня в украшениях очень большую роль играет именно практичность у меня есть кольца которые я купила в сам лаять есть какие-то украшения которые я купила здесь вместе кольцо с бабочками она безумно красивая но она вообще не практично на везде цепляется очень неудобно поэтому я хотела купить такое кольцо которое нигде не будет цепляться я смогу носить каждый день не снимая чтобы она не болталась на ручке сейчас вам покажу хотя он уже показала в магазине и кстати меня уже узнают там прикиньте один парень меня узнала как я помню вы приходили месяц назад и искали кольцо с маленьким размером прикиньте две недели назад я была там и у меня запомнил сколько там людей какой там поток и какая память у человека я реально была в шоке сейчас вам покажу да 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 то самое кольцо но естественно вот так вот я носить не буду два кольца подряд это как в 2005 было модно сейчас надену на другую ручку вот такой вот колечко безумно нежно смотрится желтое золото еще его называют лимонным золотом обожаю вам очень практичное колечко ни за что не будет цепляться можно носить на повседневную носку такая знаете классика мне нравится без всяких этих завиточков и всего подобного видите даже твикс оценил вот здесь два грамма купила я получается за 170 монат по мне очень круто смотрится и сейчас я понимаю что все таки я могла себе позволить оба кольца то есть деньги которые я взяла она себя я могла бы купить и с камушками колечко не обращайте внимание что камера трясется этот твикс пытается подлизаться камере ну в общем я могла бы себе позволить оба кольца напишите пожалуйста в комментариях стоило ли купить оба или стоит остановиться такой колечко решила почитать комментарий чтобы сделать вывод стоит ли брать кольцо или нет и здесь ирина пишет здравствуйте айка спасибо за ролик до кольцо шикарное стоит брать ириночка если вы меня смотрите вы меня очень сильно подстрекаете но все завтра за новым кольцом пишите обязательно в комментариях как вы думаете стоит ли брать просто я собираюсь носить кольцо с вот этим вот браслетиком поэтому взяла в желтом золоте посмотрите какое красивое кольцо как мне нравится фасончик какие узоры классные и все люблю геометрию геометрию в ногтях геометрические какие-то рисунки здесь вот так вот круто по мне с обновочками меня и прикиньте у нас до сих пор стоит елка игрушки мы уже убрали а елку куда деть не знаем коробка в которой была елка она уже удачно помялась я выбросил ее на балкон и там подул немножко ветерок полил дождик она все промокла и теперь не знаем куда елку девать признавайтесь в комментариях кого тоже до сих пор стоит елка уже кстати вечер эта камера гораздо лучше снимает в темное время суток посмотрите как классно и вот такой вот у меня бардак на столе я здесь сделала для вас новую коллекцию сейчас он скажу это видео выйдет на моем бумажном канале через пару дней вот такая вот коллекция классными причем последнее время очень нравится делать фон вот такая вот геометрия очень нравится и вот вторая страничка я просто не доделала это пакетики все показывать не буду говорить какая коллекция тоже пусть для вас будет сюрпризом также я монтировала маме на видео мама для меня вот такой вот текст составляет исследуя этому тексту я смонтировала видео озвучила его и у меня уже все готово просто хочу выложить завтра утром а кто у нас дома ничего не делал кто-то снял кулинарное видео кто-то смонтировал кто-то снял мукбанг а кто-то просто вылизывает себя и самое время начать делать ноготочки если честно эти ногти я сделала за час и в прошлый раз когда я их делаю вам говорила ничего недельку похожу потом переделаю но нет я около 20 дней с этими ноготочками уже пора переделывать хочу качественно что-то сделать что такое яркое красивое на весну так как моей комнате ужасный бардак и это все убирать если честно не хочется хочется побыстрее сделать ноготочки поэтому я притащила все необходимое сюда и будем делать в гостиной мне кстати новый такой полигель я маме уже делала коррекцию с ним но попробую со своими ноготочками в тиктоке увидела подумала классная штука но в работе окажется она не настолько проста как кажется со стороны вот будем осваивать новые техники организовала себе рабочее пространство мои ноготочки я хочу кстати длину оставить потому что мы будем тестировать полигель которая вам показала вот такой вот купила его за шесть монат увидела в тиктоке как девчонки укрепляют ноготочки этим гелем он такой знаете очень плотный как пластилин работать с ним не очень просто но говорят что он прям железобетонно укрепляет ногти и чтобы его нормально протестировать я хочу оставить длину и посмотреть процессе нос носки будут ли ломаться ноготочки или же все-таки нет я обожаю делать себе ногти кто бы что не говорил я могу заплатить за эту процедуру но мне просто в кайф это делать под какой-то сериальчик сейчас будем думать что же мы будем смотреть здесь мамина радость я значит все разложила а у меня здесь вот такой косяк вот что произошло с фрезой и она не работает даже нет работает но вот так вот если вот так вот сюда нужно нажимать короче что работает то нет это надо на ремонт я позвонила двоюродному брату по видеосвязи он сказал что я починю не переживай но уже сегодня сделать коррекцию не получится я все разложила все притащила в эту комнату уже поставила сериальчик и все надо обратно разбирать все это обратно короче другого альтернатива у меня нету поэтому придется сделать завтра или сходить в салон так жалко у меня сейчас такое настроение было делать дизайны делать классные ноготочки у меня такой был настрой да 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 и все таки я сняла покрытие с горем пополам придумала вот такой вот механизм добавила сюда скотч было очень сложно снимать покрытие я уже сделала с обеих рук вот сейчас буду уже подпиливать самое главное с фрезой мы уже закончили просто человек если очень сильно чего-то хочет он это сделает найдет выход в этот раз я решила начать с правой руки потому что правую руку делать намного сложнее чем левую этот викс не обращайте внимания сняла покрытие нужно до нарастить этот угол в общем я сняла очень много даже сняла базу сейчас начнем работать уже поле гелем совсем забыла снимать для вас процесс в общем такой цвет нежно-нежно фиолетовый цвет я выбрала два ноготочку уже сделала хотела начать с правой руки но потом опять начала с левой посмотрите и весь процесс создания крутого маникюр чик от викс сидит на столе непонятно чего ждет просто смотрит за процессом учится скоро у нас будет новый мастер ногтевого сервиса ну все готово я хотела сделать дизайн мне настолько нравится результат и не хочется ничего портить все получилось идеально сейчас я начну делать дизайн получится какая-то хрень я начну нервничать вот поэтому решила ничего не делать мне просто часто пишут в комментариях айка так классно рисуешь почему и делаешь дизайны я боюсь все испортить вот такой вот расклад мне очень нравится я просто хочу ближайшее время купить тебе стемпинг вот